Добрый день, коллеги! Позвольте поблагодарить организаторов за возможность выступить на этой конференции. И сегодня я хотела с вами поделиться некоторыми размышлениями и результатами некоторых исследований, которые касаются диалога в медиапространстве. Тема этой конференции крайне актуальна, потому что славянский вопрос — это, прежде всего, на сегодняшний день вопрос понимания и вопрос взаимодействия различных культур, субкультур, монокультурных, межкультурных. И, конечно, сегодня, когда мы говорим о любом взаимодействии, о понимании или общении, прежде всего, это средства массовой информации. Если традиционно диалог и взаимодействие средств массовой информации связывались с телевидением, то сегодня ситуация значительно меняется. И хотя еще приводят данные в отношении того, какие группы и кто смотрит телевидение, то эти данные, конечно, становятся все менее и менее значительными. В то время как большая часть коммуникации, и особенно вопросы, связанные с идентичностью, с самоопределением, вопросы взаимодействия различных социальных и культурных групп, эти вопросы переносятся в сферу медиапространства, в сферу интернета, которая расширяется колоссальной скоростью. Данные, которые позволяют говорить о появлении, о росте контента, они, конечно, чрезвычайно значительные. Не буду повторять то, что есть на снимках. Если на предшествующем слайде были общие показатели общемирового медиапространства, то показатели, которые характеризуют рост русскоязычного медиапространства, тоже значительно велики. Причем следует сказать, что когда мы говорим о русскоязычном медиапространстве, нужно делать разграничения, потому что географическое проникновение достаточно велико. От России до Северной и Южной Америки, до Африки и так далее. Геолокаторы показывают совершенно различные принципы фиксации. Конечно, все, что связано с диалогом культур, с славянским вопросом взаимоотношений, на сегодняшний день наиболее активно обсуждается в социальных сетях. И социальные сети — это та точка, которая является и показательной, и оказывает направление, в которой развиваются различные экономические, политические, культурные процессы. И, конечно, процесс, связанный со славянским вопросом. Количество коммуникаций, рост коммуникаций в социальных сетях растет очень активно. И коммуникационный потенциал интернет-ресурсов тоже чрезвычайно высок. Тем не менее, следует сказать, что главная особенность диалога, который переходит из оффлайн в онлайн общение, связан с тем, что это принципиально норма новой формы коммуникации. С одной стороны, это чрезвычайно динамичная форма, которая разрушает традиционные коммуникативные форматы. Например, письменная и устная речь, которая характеризовала форму общения на протяжении тысячелетий во всех известных живых языках, на сегодняшний день медиапространство принципиально меняется. И именно поэтому коммуникация в социальных сетях становится такой активной и такой популярной. Тем не менее, меняются различные показатели коммуникативные. В частности, традиционная модель, которая имеет, конечно, достаточно большой формат, но в традиционном виде представлена в трехчленном форме. Сегодня, конечно, в медиапространстве принимают принципиально другие формы и характеризуются появлением большого количества новых факторов. Меняется потребление информации аудитории. И, собственно, в коммуникативный процесс людей и в общении, и в споры людей включаются различные информационные потоки, которые связаны не столько уже с традиционными СМИ, сколько с новыми, с неформальными источниками информации, которые и формируют на сегодняшний день повестку дня. Главная проблема здесь, но и то, о которой я хотела бы обратить внимание, думаю, что она актуальна для нас, это то, что еще в 1968 году объявил Барт, который провозгласил смерть автора. И, собственно, на сегодняшний день удивительным образом в медиапространстве, вот его гениальное пророчество, автор умер, да, здравствует читатель, приобрело совершенно невероятную форму, которую трудно себе было представить, которую, видимо, предвидел Барт. Если важная трансформация, которую приобретает автор как главный источник порождение смыслов со Средневековья тоже чрезвычайно важен. Если Средневековый писец – это был некий уникальный, уникальная личность, инструмент для передачи информации, для формирования смыслов, которые транслировались через поколения, и это было единичное, уникальное явление. С революцией, появлением печатного станка произошла некая коммуникативная революция, которая изменила в корне институт автора, которая может являться неким повторением и неким является определенным отражением на новом этапе с появлением интернета, когда появился вирус на редактор. И институт авторства тоже претерпел кардинальные изменения. И сегодня, когда мы говорим об адресате об авторе, нужно, конечно, понимать, что это принципиально другая природа. Ну, собственно, само взаимопоявление, функционирование и существование человека в медиапространстве – это особые разговоры, особая тема, которая, конечно, очень сложная и требует отдельного рассмотрения. Но очевидно, что именно виртуальная форма предоставляет огромные варианты для взаимодействия с аудиторией, взаимодействия друг с другом, причем во всех сферах жизни – в политической, в коммерческой, в социальной, в культурной. И, например, можно представить самые различные формы вот этих коммуникативных, диалогических и полиологических сетевых сообществ. Различные формы коммуникативные. Но проблема заключается… И, собственно, казалось бы, существуют те же формы традиционного диалога и диалога в сети, которые соответствуют непосредственному и опосредованному участию, то есть, собственно, непосредственному присутствию адресантов двух или нескольких, или многочисленным людям, которые могут общаться опосредованно. Традиционный диалог автор-автор-автор-читатель также потерпевает значительные изменения. Причем различные формы диалога характеризуют различные виртуальные различные пространства. И вот эти многочисленные диалогические формы, они разработаны и существуют по большей части в иноязычных пространствах. И, собственно, то, что происходит в русскоизученном сетевом контенте, как капля воды отражает те проблемы, которые, видимо, отражают коммуникативное состояние современного общества. Это, конечно, прежде всего, ну то есть, чтобы сократить время, я не буду останавливаться на различных особенностях и признаках диалога, которые достаточно очевидны. скажу только то, что вот иллюзия того, что, собственно, веб-контент и сетевой контент, интернет-пространство снимают временные пространственные языковые рамки и позволяют диалогу, взаимодействием людей протекать в самых разнообразных формах, оборачивается совершенно иной стороной. Диалогическая, вообще диалогическая, полиологическая и конфликтная коммуникация, она различает различные национальные проекты. Даже если мы возьмем одну какую-нибудь сеть, например, Фейсбук, которая существует в разных странах, во-первых, он будет представлять абсолютно разные платформы с совершенно разными характеристиками и коммуникации будут проходить совершенно различным образом. Безусловно, для диалогической коммуникации важна некая база, и основной из которых становятся ценностные совпадения. То есть деление на свое чужое становится основными, причем как для рамков монокультурной и усложняется в межкультурной проекции. Краудсорсингами проекты, которые связаны с объединением усилий разных людей, то есть гражданского общества для решения каких-то конкретных проблем, которые чрезвычайно развиты в различных виртуальных пространствах и, казалось бы, должны быть очень востребованы на славянской почве, прежде всего, поскольку для славян идея соборности, которая, по сути дела, воплощена вот в этой новой форме крауссорсинга, она представлена как раз в самых различных частях света, от Гаити до Америки, по всему сферу. Но в России, в русской, даже в славянской мире представлена чрезвычайно слабо. И вот это ожидание, поскольку ожидание воплощения этого идеи соборности, которая, казалось бы, на протяжении веков была столь значима для русской духовности, для русской культуры, которая пронизывала практически все сферы развития духовной, культурной и научной жизни славянского народа, она сейчас оказалась в каком-то, ну сейчас даже страшно диагностировать состоянии. То, по крайней мере, анализ сетевых сообществ показывает абсолютное разрушение и уничтожение этой идеи как в сознании. Например, ну, разумеется, что сетевое пространство очень однородное, и если взять, конечно, самое яркое и самое болезненное распределение по политическим приоритетам, то, собственно, сетевое пространство не предоставляет здесь никаких неожиданностей, и, собственно, условно их разделить, разделяются все акторы на три, активные акторы, на три группы. Это оппозиционные, националистические и официально государственные. Причем это делается сначала с помощью автоматической кластеризации, с помощью семантических пауков, выделяются раздельные группы и с помощью экспертной оценки. Так вот, собственно, какие-либо формы диалога и взаимодействия возможны только в рамках вот каждой из этих групп. Между этими группами не только диалога, вообще никакой-либо, ну, скажем, цивилизованной коммуникации вообще не происходит. То есть, по сути дела, та гражданская война, которая началась в 1917 году, она, судя по контексту, не утихает. То есть, эти взрывы, которые... То есть, та гражданская война, которая существует в сетях, она, конечно, совершенно чудовищна и, по сути дела, она отражается в том состоянии, в том состоянии политическом и каких-то военных действий, которые мы видим в реальности. И, конечно, эта ситуация ужасающая. То есть, ну, собственно, вот анализ... Причем эти группы тоже неоднородные и внутри них тоже существует масса проблем, но, тем не менее, какие-то... какие-то... намеки на диалог, как таковой, представлены. Причем, самое страшное, что именно русскоязычное пространство характеризуется вот такой катастрофической, ну, скажем, антидеологичностью. Если мы перейдем не только даже, скажем, в иноязычный какой-то, далеко иноязычный контекст, даже в близкородственный контекст, скажем, белорусские социальные сети, которые... У них, собственно, нет своих даже социальных сетей, они существуют на тех же платформах. Уровень агрессии и антидеологичности и конфликтности резко снижается. Очевидно, вот этот диагноз, который можно поставить по анализу этих социальных сетей, конечно, очевидно, можно только надеяться на то, что, собственно, идеи великих философов и философов, историков и деятелей русской культуры, которые развивали идею соборности и должны возродить само это... Ну, собственно, одно из основополагающих для славянской идентичности позиций. И будем... Ну, я не знаю, из чего-то хочется питать какую-то надежду, что эта ситуация хоть как-то изменится. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопросы к выступившему, к докладчику. Да, будьте добры. У меня нет вопросов. А вот, которые были вписцы египетские и Гильгамеша передиксировали, они там, редакторы не страдали? То есть у нас же много вариантов Гильгамеша. То есть там всё-таки как-то авторство тоже было как-то размазано, нет, неизвестно? Ну, вообще-то, всё, что связано с писцами, собственно, это, конечно, ну, давайте вернемся к славянскому вопросу, если мы в одном средневековых писцов. Конечно, это вообще очень, это уникальное же явление. Безусловно, с одной стороны, можно сказать, звучащие, можно сказать, справедливые, скажем, какие-то обвинения о том, что писец, который писал летпись, он был под жёстким контролем и, конечно, писал и делал ту трактовку, которую нужно было тому, скажем, благодетелю, который его финансировал. Но нельзя забывать, что существует, например, не просто различие, например, приписки, которые позволяют, ну, основную, несут основную характеристику для, ну, для грамматических, для различных исторических манипуляций. То есть, собственно, даже в каких бы жёстких рамках не оставался писец, он всё равно, поскольку очевидно, что это люди были неизаурядны, это были какие-то выдающиеся, необыкновенные люди, которые выделялись на общем фоне, поскольку этого нужно, необходимо было этих навыков добиться, всё равно они в самых жёстких условиях находили возможность какую-то передать свою оценку. И, собственно, вот средневековые летописи и рукописи, они поражают своей идеологичностью. То есть, собственно, когда читаешь, удивительно, каким образом этот средневековый бесед, он думает, ну, то есть, такое впечатление, что он обращается к тебе, и то есть, какие-то мысли, вещи, которые, размышления, то есть, это удивительная идеологичность и забота о том, что будет вот этот диалог во времени, он всегда, но меня никогда не оставлял, когда я работала с рукописями. И вот это состояние, которое, конечно, вот это вот важное, вот эти важные, какие-то, основополагающие для идентичности, для сновянской идентичности, понятия, которые в сегодняшней коммуникации, несмотря на ее, ну, какие-то совершенно феноменальные масштабы, возможности, они не просто утрачены, они говорят о катастрофической ситуации. Вот у меня маленькое дополнение, оно состоит в том, что у Новгородский кодекс расшифровывал академик Церезняк, да, и там такая, первый русский книжник, у него такая молитва, ага, оставьте свои раздоры, оставьте свои разборы, то есть, вот, непременно вот именно попытка соединения расшифрованного и то, о чем вы говорите, это начиная с какого-то 10-11 века. Ну, вопрос такой, вот, это экспертная оценка, разнесенность вот этих кластеров, чем определяется масштаб разнесения, вот, их расстояние между ними, чем определяется, как это определяется? Это же, это, ну, вот это в данном случае там то, что были, это графы, да, графы, которые построены на, там были различные, во-первых, формальные, слушай, ну, не работает ничего, что-то он отказался, тут щелкал, эти графы были построены, это модулярность по различным признакам, то есть она сначала, как и, ну, собственно, во всей нашей методике работы с медиапространством, сначала она делается автоматическое, а потом проверяется, выделяется ядро, которое проверяется экспертной оценкой. это различные, то есть, во-первых, это характеристика контента, и, собственно, по определенным, по опорным словам, которые, семантический анализ, различные типы выражения, оценки и сетевые действия, и различные формы, то есть пополнения их различных, но в данном случае важно, как перемещаются, то есть как пополняются эти группы, то есть у них разные механизмы пополнения существования, по-разному. Ну, вот эта разница, огромная разнесенность, из-за того, что они разные слова используют, говоря простым языком, или почему? Контент, это только, во-первых, разные слова, разные оценки, у них будут различные, у них будет различная оценочность по определенным понятиям, оценочность, оценки и их сетевые действия. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, кто-то еще хотел бы задать? У меня, считайте, даже не то, что вопрос, скорее какие-то замечания, разъяснения, но по поводу средневековых писцов, ну, тут нужно учитывать, что они и писали, если писали для живых людей, это для немногих, то есть это для будущих монахов, которые в основном переписывают эти книги, но очень важный момент, что средневековый писец, он леток, по крайней мере, леток все точно могут так сказать, это была как книга, некий отчет перед Господом, то есть он рассчитывал, что как бы для Бога делается, то есть как поиск временных лет, книга последних дней, это одна из современных интерпретаций, это название, поэтому вот такая установка пишущего могла задавать вполне себе, это необычный характер текста, вот это вопрос о вашем докладе, и что у меня такое недоумение вызвало, потому что вчера как раз мы только про Аксакова слушали, про славянный филф, вы так удивляетесь, что нет соборности для я не удивляюсь, я расстраиваюсь, я не удивляюсь, я не удивляюсь, расстраиваюсь с соборности, тем более для вот таких индивидуалистических вещей, как краундфандик во многом, то есть вы правильно заметили в конце, что это конструкция русских философов 19 века, которая, ну весьма своеобразное отношение, имеет к какой-то реальной ситуации, так что не огорчаться тут, не удивляться тут нечем, вот все. Ну вот реплика, да? Ну во-первых, реплика, да, на среднем коем-то она долго зайдет, потому что прежде всего, конечно, вот, конечно, прежде всего, говорит о Господу, вы понимаете, что писатель находился в очень жесткой, прежде всего, финансовых рамках, потому что абсолютно сеть против был жестко финансированный, и если бы он просто у него не было, по сути дела, большинства возможностей давать той интерпретации, которую он хотел, а в многих ситуациях, если вы сравните, собственно, рукописи и, в частности, приписки, это очевидно, то ужасающее положение жесткое, которое у которого он находился. Спасибо вам за реплику. Да, спасибо. Спасибо.